Малоимущие саровчане могут получить субсидию в 250 тысяч рублей на запуск своего бизнеса при заключении социального контракта. Контракт призван вывести семью за границы бедности и обеспечить её постоянным доходом. Так, чтобы получить средства на создание и развитие собственного дела, нужно зарабатывать меньше прожиточного минимума на протяжении минимум трёх месяцев. В этом году в Сарове заключили восемь социальных контрактов. Два сейчас находятся на стадии рассмотрения. Если будущий предприниматель либо действующий соответствует всем критериям, в основном по доходу, но есть ещё ряд критериев, то он может получить вот эту сумму – 250 тысяч рублей и приобрести на неё то, что ему нужно для предпринимательской деятельности. И даже определённый процент, 15% можно направить на аренду площадей. В этом году стартует мера поддержки для молодых предпринимателей. Так, гранты в размере от 100 до 500 тысяч на создание и развитие собственного дела могут получить саровчане в возрасте от 18 до 25 лет. Софинансирование не менее 25% от стоимости проекта. К примеру, если кандидат хочет приобрести на средства гранта оборудование, то 25% от его стоимости он должен добавить из своих денег. Ребята приходят к нам, мы их заносим на определённый информационный ресурс. Это говорит о том, что всё, они участники этого проекта. И мы ждём, когда у нас проходит обучение. Чтобы получить этот грант, нужно пройти акселератор, в рамках которого расскажут об основах предпринимательской деятельности, расскажут, как заполнить заявку. Заполнить заявку, подать её на рассмотрение. По традиции у нас, когда мера поддержки только запускается, финансирование достаточно обширное. Уплата первого взноса при заключении договора лизинга, регистрация и сертификация продукции, образовательные услуги для сотрудников, участие в выставках, ярмарках, приобретение контрольно-кассовой техники. Средства, потраченные на эти услуги, предприниматели Сарова могут возместить. Финансирование на компенсационные меры поддержки выделяют уже из городского бюджета. Это компенсационная поддержка. То есть затраты какие-то понесли, пришли в администрацию, предоставили документы, поучаствовали в конкурсе и получили возмещение этих затрат. И этими деньгами уже можно распоряжаться, ну, собственно, как угодно. Направить их в развитие, заплатить зарплату. Здесь уже дальше субъект только принимает на себя обязательства не закрываться в течение определенного периода времени, не снижать заработную плату и не сокращать численность сотрудников. Полное интервью о региональных и местных мерах поддержки предпринимателей смотрите в нашей рубрике «Без комментариев». Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.